Улыбки на лицах, в глазах светлое будущее. А еще недавно эти люди находились в серьезной проблеме. В день борьбы с наркоманией мы посетили Центр помощи зависимым Андрея Борисова. Это человек, который сейчас является психологом, сотрудником научного центра наркологии, автором книги о лечении алкоголизма и наркомании под названием «Выжил, чтобы рассказать». А когда-то он сам прошел через трудный путь и теперь помогает другим найти себя в жизни, обрести семью и работу. Мне нравится отношение людей, поддержка, дух единства. Мне нравится, что я могу быть кому-то полезной, когда у меня уже на сегодняшний день есть какой-то опыт, есть какие-то знания. И то, что ко мне кто-то более младший, не только по возрасту, а по срокам пребывания, обращается за помощью. Я вижу, что я помогаю этому человеку, он заинтересован также в помощи моей. Киры в центре Андрея Борисова 4 месяца. Сейчас она не только работает над собой и помогает другим зависимым, но на досуге находит время для огорода, с радостью показывая урожай. Первый этап длится 6 месяцев и весь он проходит в реабилитационном центре. Это закрытый стационар, где проходят терапевтические группы, приезжают независимые специалисты, психологи и психиатры, если понадобится. За этот этап человек получает полный курс информации о своем заболевании, узнает, как болезнь именно у него проявляется. Плюс к этому за это время он проходит определенное количество часов консультаций личных с психологом. После этого сдает определенный переходный экзамен на следующий этап. Если все успешно, то он переходит на второй этап. Называется он социальная адаптация или ресоциализация. На втором этапе бывшие зависимые переезжают в город, где учатся с новым мышлением входить в тот социум, который совершенно не изменился, и плавно проверять приобретенные навыки при поддержке наставников. Оба этапа направлены на работу над несколькими сферами человека – био, психо, социо и духовной. Поэтому большое внимание в центре уделяется спорту, адаптации в социуме и расширению мировоззрения. Здесь мне нравится, мы постоянно занимаемся спортом, выходим на улицу, нас отпускают на речку, мы ходим в баню по выходным, смотрим кино. Раньше я не умел трезво развлекаться, как сейчас. А здесь я начинаю все это по-новому осознавать, ценить. Однако тем, кто еще не оказался в центре помощи Андрея Борисова, предстоит путь к пониманию своей проблемы. Иначе, говорят специалисты, выздоровление не начнется. Мы, как специалисты в этой области, конечно же, знаем, как уговорить пациента, больного, поехать на лечение. Знаем, какие инструменты можно пользоваться. Знаем, как рассказать родителям, чтобы они понимали, имели представление, что нужно сделать, чтобы замотивировать своего сына поехать на лечение. По статистике, люди, которые сумели преодолеть такую серьезную проблему, как алко- или наркозависимость, занимают сильную позицию в обществе и с благодарностью вспоминают дни, проведенные в центре. Программа центра Андрея Борисова недавно была обновлена. И теперь в курортном поселке Солоча, на свежем воздухе, в комфортабельном коттедже, к новой жизни здесь идут люди, которые преодолели себя. Центр помощи Андрея Борисова, 51-07-27. Продолжение следует...